Пришли мы домой, сдавали мы анализы ходили, мочу сдали, кровь сдали и вот с Димочкой на обратном пути. Что Димку мы купили, Дим? Расскажи. Что мы купили? Покажи, что мы купили. Это что? Молодец. Следующее? Это клюква. Клюква, да. Я делаю клюквенный морс. Димочке купила я полтора килограмма. На вид так вроде смотришь, такой маленький, как будто тут килограмм. Но нет. Полтора килограмма. Вот. Заморожу по полкило. Помою. Сейчас заморожу, переберу. И потом. Так-то у нас там есть. То есть я делала на днях. У меня где-то получается вот они. А, ну вот чуть-чуть в этом осталось. И вот еще в том чуть-чуть. Лучок мы кушаем. Сейчас мы будем лучок кушать. Блинечки. Красная икра у нас опять появилась. Мне, кстати, на днях писали. Красная икра у всех три с половиной. Здесь тоже вот это, по-моему, три с половиной тысячи стоит. А в экспо Волги у нас стоит шесть тысяч за килограмм. Вот. Так, не сломай мне. Курочка у нас там. Короче, вот так у нас в холодильнике. Кашка. Да? Закрывай. Оп. Что-то там. Ой, что-то она не закрывается. Бай. А, тут вон этот. Все. Авокадошки тут у нас мама приносит. Там тоже какие-то разные витамины. Фи-ху-я. Да? Дим, как это называется? Фи-я. Как она называется? Фи-я. Ну, как она называется? Фи-я. Я с ним говорю, будешь фи-ху-ю? А он мне говорит, буду ху-ю. Назвались же. Интересно так. Вот. У нас сегодня солнечный день. Наконец-то. Не было солнечного дня уже очень-очень давно. Но мы как раз уже замерзли. Заходили домой. Чуть-чуть солнышко вставало. Я побоялась, потому что у Димы горло болит опять. Вот. Но анализы давать-то нужно. И гулять нужно. И замечаю, если мы не гуляем, то у него температура начинает повышаться. Вот. И все равно горло болит, а все равно мы ходим, гуляем. Выходные вот были. Мама моя приходила. Сегодня вот мы погуляли. Завтра еще пойдем. Да? Еще у нас заказ надо в Альберсе забрать. Да? Да. Заказ надо забрать. Там игрушки снова заказала Диме. Разные там развивающие. Там разные интересные такие игрушечки. Да? Да. Надо забрать. Они должны вроде сегодня прийти были. Да, сегодня сегодня. Или даже вчера они должны были прийти. Ну, там один заказ разделился аж на три части. Ладно, будем мы кушать. Да? Кушать. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Да, сына? Ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Пришли мы домой. Хотели поесть. Сломалась опять микроволновка. Не открывает. Опять сломалась. Не смогла починить. Тут еще ребенок добавил голодный. Начал истерику устраивать. Починить мне не дал. С трудом достала разогревшуюся курицу. Ребенку кашу греть надо. Грею здесь. Не знаю. Вот я подумала, может нам нафиг микроволновка не нужна. Может тут греть. Но это так долго получается. Да? Да. По-моему, мне кажется, у меня там эффект микроволновки должен быть. Ну, не знаю. Да? Да. Хорошо хоть мясо разогрелось. А то пришлось бы сейчас его перекладывать на какую-нибудь чашу. Я же люблю это. Да, надо микроволновку, если вы так будете покупать. То, мне кажется, лучше всего не с кнопкой, которая вот дверь сама открывается. Дернула, она открылась. Дернула, она закрылась. Хотя, конечно, она сложнее так открывается. Но вот она у меня уже второй раз ломается. Первый раз у меня получилось починить. Второй раз, вот я сейчас открыла, у меня получилось эту деталь вставить на место. Она открылась. Два раза еще она пооткрывалась. И все. Больше не открылась. Вот. В прошлый раз у меня получилось ее починить. Я точно так же подкладывала эту бумажечку. У меня не получается. Надо время. Тут еще добавок орущий ребенок. Конечно, не очень удобно. Да? Да. Так вот у нас дела такие. Лучше, конечно, сделать бы так, чтобы эта дверца прикрывалась бы. Лучше стоять, даже придерживать ее как-нибудь. Там луну увидели. Там фонарик, который скидили. Да, фонарик видели, луну увидели. А, сходили мы к педиатру. Мы с тобой с утра анализы сдали сегодня? Сдали. Сдали. Педиатр сказал, что все хорошо. С анализами у Димы все в порядке. СОЯ 20. Говорит, нормально. Была 50. Прошлые раз в неделю. 2-3 назад мы сдавали. СОЯ 50. Уменьшилась. Лейкоциты не помню. Тоже, по-моему. Ну, все, короче, в норме. Но у ребенка, тем не менее, пока что еще температура есть. Доходило до 37,3. То есть до этого было до 37 доходило. А потом вот как-то раз мы один день не погуляли. У него поднялась она выше. Вот. Сегодня она температура в норме. Ну, потому что мы и очень-очень рано встали. Может быть, и гуляли два раза. То есть с утра ходили. Потом вот вечером пошли еще раз к педиатру. Надеюсь, что к Новому году выздоровеет ребенок. Очень надеемся. Роль, как всегда, выйдет с опозданием. До Нового года еще у нас целый месяц. Надеюсь, что, Дима, ты войдешь в Новый год уже здоровым. Да? Да. Чуть-чуть у него еще тут на ручке. Раздражение какое-то. Скажи. Нам педиатр дала, кстати, крема разные свои. Ну, которые им там дают, чтобы бесплатно. Вот, вот, роза. Ну, да. Это ты сейчас так нервничал. Как начал визжать, плакать. Микроволновка говорит, что-то не открывается. А он как начал прям визжить аж. Я аж испугалась. Думала, ему там это, пальцы прищемило. Думаю, что такое. Не понравилось. Будет чем заняться вечером. То есть микроволновка вырвучится. Да, и менять, конечно, с нее не хочется. Она, в принципе, хорошая такая. Жалко, сейчас микроволновки дорого стоят. Шесть, семь тысяч. Как-то что-то это. Не хочется особо. Короче, смотрите. Микроволновку я починила. Работает. А, а то крышка мешает. Верхнее подвинуться нужно будет ее. Открывается. Скоро, так. Вот, только открывается теперь она очень жестко. Короче, проблема такая же, как и в прошлый раз. Только деталь уже вышла из своей... Вышла, короче, своей оси. И, как выяснилось, там лазила свекровь. У них, видимо, она тоже ломалась. Они туда полезли. Короче, там тоже поковырялись. Короче, так вот. Вот. Да, еще я там добавок замотала проволокой. Все это, чтобы это все держалось. Не знаю, на сколько времени хватит. Искала я сегодня новую микроволновку. Но, блин. Не нашла. Короче, у нас получается, что очень сложно подобрать, чтобы она туда встала. Вот здесь я клюкву. Сейчас отправлю в морозилку. Все перемыла, перебрала. Разложила вот по таким вот плоским мешочкам. Здесь у меня полтора килограмма. Отправится в морозилку. Здесь, кстати, вон есть недозрелые. Но я их не убираю, ладно. Пусть будут. Может, морозилки дозреют все-таки. Вот. И потом мы тот допьем с Димочкой. И буду делать новенький. И как-нибудь с вами хочу сделать его. Отдельным роликом записать. Никак нету времени. Нету времени. Но я думаю, запишу. С этой облепихой хотел сказать. Клюквой обязательно запишу. Пока здесь снеговик, смотрите. Здесь пофоткались. Пошли на другую площадку. Потом пойдем заказы заберем в Альбрис. Здесь такая сцена. И лавочки. Не знаю, что тут проходит. А, площадка еще есть. Что-то может быть проходить непонятно. Ни разу не видела, что тут что-то было. Ну, давайте. Станцуйте. Женька. Дима, не упади. И руками. Руками, а не ногами. Так это быстро надо. Ну, давай, 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 давай. Еще быстрее, еще быстрее. Воду давай, давай, давай. Еще быстрее. Ну, что ты? Как черепаха-то. Еще быстрее, еще быстрее. Еще быстрее. Давай, давай, давай. Дим, давай. А ты как танцуешь? Покажи, как ты танцуешь, Дим. А, Дим? Как ты танцуешь? Дома только танцуешь под музыку? Кто это там? Ну, смотри, побежал куда. Папа шутник. Так можно сломать. Да, так можно сломать. Так можно сломать, тебе ребенок говорит. А, да я оставлю. Ну, че, если такие звуки были, я даже напугалась. Видно меня было. А тебе нас было видно? Видно, да. А, да. Ну, чуть-чуть пускай. Ну, что, маль. Должна она работать, как она. Залез. А, видишь, работает. Папа-то сможет. Ну, она плохо крутится. Видать, тут никто не гуляет, не катается. Тут мало народу, наверное, гуляет. И там садик, в который мы хотели попасть. Классный. Кстати, классный садик. Очень красивая территория, оборудованная. Разные. Да и видели, мы уже были. Ну, сейчас мы пойдем, может, пройдем. Смотрим, какой классный. Там и горка, там и все есть. Прям вообще, из другой стороны, такой классный. Надо было нам все-таки подождать. А мы туда. Нафиг мы туда пошли. Надо было отказаться, лучше подождать. В следующем году мы пошли в этот лучший садик.